Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема заключается в том, что я довольно часто испытываю чувство вины и тревожности, как пример. На днях ходили с девочками с работы в караоке, перепелаться или на утром было ужасно стыдно перед мужем, что пришла в таком состоянии. А также испытываю чувство вины, хотя я ничего из рамок фон выходящего для себя не делала, просто пели и танцевали. Но внутри такое чувство, как будто я его предала что ли, как будто что-то ужасное сделала, изменила, хотя, естественно, такого не было и в мыслях, не то что в реальности, мужа люблю очень. Так вот, хотелось бы узнать, как с этим бороться, так же накручиваю себя, могу что-то придумать и раскрутить до невероятно огромных масштабов проблему и загнаться, испортить себе настроение и даже заплакать просто. Так, спасибо за ответ. Ну, вы знаете, вот по вашему описанию, да, создаётся такой образ очень, знаете, образ очень-очень, я бы сказал, такого тихого человека. То есть, вот именно, что такой очень тихий человек, очень, такой человек, знаете, ну, достаточно такой... В себе как бы, эм... Неуверенный. Эм... Слегка может быть... Загруженный. Загруженный. А вот... То есть, вот... Такая история... Мало чего... Себе... позволяющий, старающийся быть удобным для других людей, мало говорящий о себе, ну, о том, что ему хочется и довольно много старающийся думать про других людей. Если в чём-то из того, что я перечислил, например, вы со мной согласны, то я думаю, что это уже хороший достаточно повод для того, чтобы начать психотерапию, да, и начать как-то над собой работать. Потому что, ну, на мой взгляд очевидно, что само по себе это не уйдёт, само по себе это не пройдёт, и, в общем-то, если бы вы как-то могли, да, с этим справиться самостоятельно, то вы бы, конечно, бы, скорее всего, совершенно точно бы с этим справились, а раз вы с этим справиться, соответственно, не можете, то, соответственно, скорее всего, вы с этим и не справитесь. Ну вот, поэтому в данной ситуации решать, конечно, вам, да, но, на мой взгляд, вот это такое, знаете, как сказать, основное, что ли, да, то есть это прям вот основные моменты, на которые я бы обратил ваше здесь внимание. Вот. Дальше. Идём. Чувство вины – это нарушение личных границ. То есть чувство вины – это возникает тогда, когда, собственно, как-то вот случается, так, получается так, что ваши личные границы снова и снова нарушаются. Вот. Возможно, вы этого не замечаете, возможно, вы как-то вот, может быть, привыкли даже к этому, к тому, что они нарушаются, но и чувство вины возникает, именно когда личные границы оказываются нарушены. То есть люди не прислушиваются, не учитывают в своей какой-то вот модели поведения, да, вас, ваши интересы, ваши, ну, скажем так, желания, да, ваши, вот, так скажем, потребности. Вот когда всё это не учитывается, вот тогда возникает чувство вины. То есть агрессия на этих людей, она подавляется, то есть она оказывается, ну, ну, подавленной. Потому что я не могу это выразить, да, я не могу выразить агрессию людям, ну, я боюсь, чтобы, например, это сделать, ну, допустим. Вот, и, соответственно, она, эта агрессия уходит, как бы, уходит на вас, уходит на вас, на саму себя, переключается. Что касается того, что вы описываете про какие-то действия, что вам кажется, что вы следили там, да, и так далее, то здесь ситуация не обнозначная, потому что, с одной стороны, у вас, ну, действительно может быть такой вот А, знаете, знаете как, перекос, то есть вы, ну, вы же много выпили, явно, ну, больше, например, чем вам было нормально. Вот, то есть это говорит о том, что вы перестарались. Но, вы перестарались, условно говоря, не просто, не просто, не просто, не просто так. Вы перестарались, потому что вы, ну, были в напряжении. Были и есть в напряжении вы. То есть вот напряжение ваше, у вас, вот, вероятно, скажем так, ну, достаточно сильно. Я бы, я бы, я бы так, я бы так сказал. Вы достаточно сильно напряжены, напряжены. Вот, ну, здесь наша задача, постараться выяснить, от чего вы напряжены. Да, да, то есть вот, что конкретно вас, вот, напрягает, что конкретно вызывает у вас вот это вот напряжение. Вот. Сейчас, пожалуй, такой информации у нас, само собой, нет. То есть сейчас мы не знаем, что вас напрягает. Ну, я думаю, что если, если вот с вами, например, поговорить, да, если с вами пообщаться, вот, то я думаю, я думаю, что будет какое-то понимание того, что происходит. Ну, я думаю, что вы себя попросту вот не замечаете, я думаю, так. Я думаю, что вы привыкли вот к себе относиться вот, знаете, обесценивающе, я бы вот, ну, я бы, я бы так, наверное, сказал бы. Вот. То есть это, во-первых, очень частая модель обращения с собой, во-вторых, это довольно частый мотив и стимул, значит, для людей, чтобы начать алкологизацию, да, вот, к сожалению, то есть человек вот, ну, человек не замечает того, как он себя все время подавляет, да, человек не замечает, как он все время, там, смотрит на другого человека и так далее вместо себя. То есть смотреть на других людей, это, это хорошо, это замечательно, это здорово, но ни в коем, ни в коем случае нельзя забывать о себе, вот. То есть, а это страшно, может быть, в какой-то степени, это опасно, может быть, в какой-то степени, вот. То есть, вы, ну, вот, боитесь, и так далее. Что касается стыда, то здесь, с одной стороны, страх, с одной стороны, страх, например, одно остатно, страх, например, отвержение, страх, еще каких-то, ну, моментов, моментов и вещей. Это с одной стороны. А с другой стороны, в стыде присутствует и важный элемент потребности. То есть, я очень, мне стыдно за то, мне стыдно, потому что я чего-то хочу, то есть, мне стыдно, потому что для меня это важно, мне стыдно, потому что для меня это имеет, ну, значение. Это не просто так, мне стыдно, вот. Тут, тут важно, как с первым, так и со вторым моментом поработать. В целом, конечно, это ощущение про недоверие в себе, про постановку под сомнение своих собственных мотивов, стимулов, приоритетов, ценностей и желаний. Что касается, что касается измены, о которой вы упомянули, вот, то, как ни странно, здесь, на мой взгляд, основная идея заключается именно в агрессии. Агрессия, то есть, вот, с чем, с чем как-то, может быть, ну, сильнее вы свою агрессию, допустим, пытаетесь подавлять, вот. Агрессия, это именно вот история про то, что, вот, со мной так, со мной так нельзя, да, то есть, как бы, я хочу по-другому как-то. И так далее, вот, тем больше у вас рождаются вот такие какие-то мысли, да, то есть, ну, своего рода, можно сказать, фантазы. Агрессии много, я думаю, обид много, вот, которые, все это вы довольно делаете в себе, вот. Очень важно, очень важно поставить вопрос о реализации вашей. Насколько вы реализованность чувствуете себя. Как вы выражаетесь, да, ну, или самовыражаетесь. И делаете ли вы вообще это? Да. Вот этот момент, он очень важен, потому что, а, вполне возможно, что вы свои способности какие-то, да, вот, вы их просто, опять же, не замечаете, да, и все себя бросаете, вот, например, в одно что-то. Ну, в какую-то одну стыдю, вот. А это тоже ведет к какой-то вот дефицитности, да, к ощущению дефицитности, вот, и порождает, ну, неприятные какие-то чувства, вот. Так что, в этом смысле, мне кажется, вот, нужно вам довольно тщательно поисследовать свою жизнь, психологическую жизнь, социальную, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И дальше уже, я думаю, будут, будут понятны какие-то вещи, вот, и будет понятно, что с этим дальше делать, как это вот можно будет, ну, можно будет скорректировать. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен, я хочу пожелать вам всего самого доброго, хочу пожелать вам удачи, хочу сказать, что вы большая молодец, вот, что обратились за помощью, вы большая молодец, что начали об этом говорить, вот, вы большая молодец. То есть, что подняли этот вопрос, вот, то есть, как-то вот первый шаг вы сделали, в принципе, вот. Теперь нужно сделать второй шаг, вот, теперь нужно сделать второй шаг, выбрать психолога, начать работать, и будет, я думаю, многие вещи вам становиться более понятными. Вот, всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.